здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий предупреждаю здесь придется посмеяться особенно в конце ролика где-то 2 3 просто там кульминация на кульминации поэтому пожалуйста приготовьтесь хорошего настроения давайте послушаем как восточный экспресс демонстрирует свою работоспособность и отсутствие кадровой политики как можно таких идиотов принимать на работу так внимание алло алло здравствуйте здравствуйте слушаю вас скажите мне а галин викторовна могу слышать кто ее страшно для линвик трудно телефон пригласите а кто это мне понять а я с кем разговариваю не давайте молодым ординацию до соблюдать никто вперед хорошо мы собрали нас соблюдаем мы звоним галине виктор не по этому номеру телефон правильно правильно берете трубку секунду секунду кто такие мы неужели молодой человек вы себя так возомнили что вы себя называете во множественном числе давайте вам отрелать рыча звоним департамент изыскания банк восточный экспресс к вам я как обращаться меня зовут дмитрий евгеньевич я старший брат того человека кого вы хотите у смитрия евгеньевич да да то есть галин викторная ваш сестра я правильно понимаю да я старший брат она моя младшая сестра понял вас дмитрий евгеньевич скажите а что вот у вашей сестры то случилось дело в том что у нее задолженность перед нашим банковыми отлично я-то как раз и прилетел до 4000 километров чтобы не помочь разобраться всех этих перипетиях финансовых она человек юридически не подкован некомпетентен а я по роду своей деятельности достаточно большое время занимаюсь с пруденцией и хотелось бы действительно выяснить том числе восточным экспрессом и разобраться вы правильно сделали что позвонили и попали на меня очень хорошо я слушаю ваши претензии какие у нас нет претензий дело в том то что ваши сестры смотрите на сегодняшний день по кредиту единый топ 2 0 плюс жизнь иметь задолженность сумма составляет учетом очередного ежемесячного взнос который у нее по графику приближается 20 тысяч 600 рублей вот эту сумму и необходимо оплатить сегодня завтра у нее контрольная дата для внесения платежа вот скажите вы вот сестре своей можете помочь я уже и помогаю и слава богу что вы позвонили и со мной еще раз повторю общаетесь но понимаете мы будем помогать немного не в привычном для банка формате то есть мы будем позиционировать себя как граждане российской федерации она как гражданка российской федерации чью честь и достоинство то самое государство должно приоритеты ставить после амбиции юридической организации кредитного учреждения ваш на нашем с вами случае банка сейчас у нее денег не хватает и она точнее у него чем это связано это уже дело второе если вы наберетесь терпения вам обязательно об этом сообщу сейчас мы основные позиции подчеркиваем если вы не против и конечно же я отвечу на все ваши вопросы коль мы вступили в диалог конструктивный одна просьба не говорите со мной в параллели будет все отлично мы друг друга будем по очереди выслушивать и совершенно хорошо пообщаемся я уверен так вот у нее сейчас нет денег на удовлетворение амбиции коммерческой структуры вот в частности банка она в первую очередь тратит средства которые у нее есть на себя на свою жизнь на свой быт на что имеет полное приоритетное право основании того что она гражданин российской федерации но ее честь и достоинство в том числе а являются приоритетными для нашей страны это закон ни один договор не может стоять выше закона в том числе и кредитный долговой тюрьмы у нас стране нет уголовной ответственности за невыполнение договорных дмитрий евгеньевич он может договорились не перебивая друг друга я уже почти закончил вам осталось ты вот немножечко тиму говорить да отлично спасибо вот и в этой связи мы сейчас хотим чтобы вы это поняли и в какой-то степени тоже действовали по закону если банк что-то не устраивает банк естественно пострадавшая сторона в нашем с вами случае банк должен все решать законом том самом формате а именно подавать в суд соблюдая весь регламент положенные выставление окончательного требования на бумаге по адресу регистрации по тому самому адресу который она оставила вам когда вы собственно заключали с ней договор соответственно мы все свои предложения описали отправили в банк не забывайте уважаемые господа банкиры что одно из писем это отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации этим лицам то есть передавать куда-либо мы запретили на основании 230 федерального закона вот никто никуда данные перейти отлично не 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 так я же не утверждаю я надеюсь что банк это цивилизованная структура и совершенно вменяемые сотрудники там работают в вашем лице в чем я в принципе убеждаюсь действительно вы хороший человек и слушайте меня совершенно корректно а вот если вас что-то не устраивает точнее юридический отдел банка я предлагаю решать все цивилизованным путем то есть через суд вот на этом я закончил и готов выслушать дмитрий дмитрий его страшного на вот скажите у сестры у вашей с чем финансовые трудности связанные предпринимательством я вижу заниматься правильного в нашей стране гораздо сложнее и мне за ним гораздо легче им не заниматься чем заниматься наверняка для вас это не секрет вот я вред сказал так 1 но у всех же разные ситуации жизненные вы мне напомните просто сейчас под рукой бумаг нет она в каком году мне не нужно точно число в каком году она договор заключила с банком в июне 16 года был заключен да понимаете в июне 16 года с тех времен ну вы наверняка новости смотрите очень все изменилось сильно в том числе и цены на продукты более того заключала она этот договор на предмет перекредитоваться то есть у нее на тот момент уже были кредитные обязательства большому счету те деньги которые она получила она воспользовалась ситуации неверно я считаю воспользовалась что надо последнего мне ничего не рассказывала я уже чисто случайно от посторонних лиц узнал что у него такая катастрофическая ситуация всяком случае она так считает но на мой взгляд никакой катастрофы нет намного проще чем кажется я уже ее переубедил единственное попросил ее не вступать в диалог с банкирами но она доверенность не написала и все остальное ну как бы законодействия дмитрий евгеньевич нет у нее денег и она прогорела там и так далее знаете стандартные такие бытовые моменты и сейчас вы вынуждена работать по найму дмитрий евгеньевич скажите а вот своей страны сестре вы изможете помочь наставительно за нее оплату произвести нет вы меня видимо ну наверное вы все-таки слушая меня делали вид что вы слушаете просто ждали когда я закончу мне это неприятно еще раз говорю я как юрист вам заявляю что такой способ ну не не для юристов если хотите вот такой каламбур да причем здесь юридическая страна дмитрий евгеньевич я помогу ей обязательно человек будет да нет это это уже мне выбирать как вы понимаете как помогать я буду понимать вот если вы видите что горит дом да и стоит пожарная команда вы им не будете подсказывать как его тушить да они сами знают так и я знаю как затушить этот пожар самым выгодным способом ну я рад за вас что вы знаете дмитрий евгеньевич вы в курсе то что у вас вот у непосредственно у вашей сестры банк то что если от него вот денежные средства вот эти не поступают вот в контрольную дату внесения платежа то есть это 8 марта то банк начисляет двойные штрафы начисление двойных штраф штрафных санкций извините меня начинают по двойному тарифу происходить зачем лишние деньги банку переплачивать знаете я вам скажу один такой мой девиз какая разница сколько не платить это раз во вторых молодой человек я понимаю вы не юрист были бы вы юрист вы бы наверное не эксплуатировали запрещенные термины начислять вы можете штрафы можете начислять но оплачивать их принудить может только судья человека любом случае а кто сказал что с ней судить кто-то будет а тогда знаете когда нет официальной претензии то ее нет никакой то есть если банк не выставляет официальную претензию тем самым он признает что человек никому ничего не должен ничего ему не должен простите а вот ну как то нет просто есть такая ситуация когда передается право кредитор к коллекторскому агенту мы же с вами помните чего начали разговор непосредственно дмитрий евгеньевич я помню с чего мы начали разговор давайте еще раз помним отзыв согласия на обработку персональных данных и передачи этой информации третьим лицам для передачи прав кредитора согласие должника на это не требуется на основании чего дорогой мой на основании закона какой статьи будьте любезны 393 открывать смотреть для передачи прав кредитора согласие должника для этого не требуется соответственно за вашу сестру коллекторская агентство и закрывает кредитный договор дравлю то есть она просрочена должность есть и приобретает права кредитора видите давайте сейчас закроем глаза и чисто в гипотезе предположим что вы правы и вы придумали но это воплотилась жизнь то есть вы права президента на себя взяли наложили вето на 230 федеральный закон который регламентирует отношения между заемщиками и кредитными организациями и все-таки можно можно ладно хорошо пускай так и значит что значит коллектором передали коллекторы купили значит мы это обозначаем так что коллекторы дебилы но это не секрет коллекторы действительно дебилы все и но не до такой степени чтобы они выкупали у вас долг но если вы найдете коллектора дебила прям дебила дебила и купить и он у вас этот долг купит у я с удовольствием поздравлю вас для меня абсолютно ничего не изменится в работе, в сопровождении юридическом моей сестры. Дело в том, что какая разница, сколько не платить и кому не платить добавим, да? В любом случае, у вас сестра вообще собирается выходить из этой ситуации? Конечно. Я прилетел за 4-3 сантиметра. Ну вот ей звоним, а она трубки не берет непосредственно. Почему она сама на звонки не отвечает? Дело в том, что она не знает, о чем с вами говорить. Ну, потому что вот вы начнете ей говорить то, что сейчас мне говорите. Не стей синею, да? А она что, не понимает, что от нее банк требует? Она понимает, она не понимает, как эти условия выполнять. А я ей объясняю, что это никакие не условия, а амбиции коммерческой структуры, коммерческого учреждения, которые ты не обязан выполнять, дорогая моя. Так я ей говорю. Я ее называю Нюся. Нюся, ты не... И вот банк звонит для того, чтобы, допустим, поговорить. Да хорошо, она не может платить с учетом очередного ежемесячного взноса. Банк ей может разрешить платить сумму непосредственно и ее на сегодняшний день вот просроченный задолжен, закрыть 10,5 тысяч рублей она составляет. Очередной ежемесячный взнос уже получает по графику внести. 10,5 тысяч – это половина ее зарплаты. Вот у меня хорошая зарплата. Ну, допустим, давайте... Хорошо, что у вас хорошая зарплата. Да, нет, я сейчас просто не... Я не в формате похвастаться. Я просто вам говорю. Вот вы говорите, 10,5 тысяч – это ее половина зарплаты. Есть люди, у кого зарплата миллион. С тем же успехом, вот и пропорции все соблюдать, да, то вы можете сказать, да всего-то надо 550 тысяч оплатить. Это значительные деньги. Как для человека успешного... Причем здесь 550 тысяч рублей, Дмитрий Евгеньевич? Я говорю по поводу... Делок ведется по поводу задолженности вашей сестры. Это просто 10,5 тысяч – это все равно, что для другого любого человека, допустим, более состоятельной... Да причем здесь другой человек? Причем здесь другие люди вообще, Юрий и Дмитрий Евгеньевич? Ну вы все так хорошо начинаете терять терпение, и это ни к чему не приведет. Дмитрий Евгеньевич, да никто не теряет терпение. Я вам просто объясняю, что суть... Причем здесь вообще другие люди, и не нужно их в пример вообще здесь приводить. Хорошо, я буду... Ну значит, у вас более такое, знаете, воображение хорошее, и так, 10,5 тысяч – для нее это значительная сумма. Значительная сумма. Ну хорошо, что для нее это значительная сумма, а когда она будет еще больше, для нее это не будет значительной, Дмитрий Евгеньевич? Напоминаю, какая разница, сколько. Для чего вгонять себя в друговую яму? Я вам в курсе то, что сейчас поправку и в кредитную историю банк обеспечен, если от нее денежные средства не поступают. И, соответственно, поправку в кредитную историю передает в данный в бюро кредитных историй. Я хотел в конце разговора... И потом не она, не ее родственники больше кредитов брать и съемки. Не-не-не, я же вам напомнил, что я юрист с большим стажем. Не надо говорить про... Да хорошо, что вы юридическое лицо с большим стажем, Дмитрий Евгеньевич. Я юридическое лицо, я юрист. Разные вещи. Я рад за вас, что вы юрист. А вы уже об этом говорили. У меня такое ощущение, что вы не совсем здоровы, коль вы за всех радуетесь. Итак, молодой человек, не надо обманывать про ее родственники. Что не нужно обманывать? Она, да. Я хотел вас попросить в конце разговора, пожалуйста, внесите ее вот с этими вашими поправками в бюро кредитных историй, чтобы она больше никогда... Она... Это ее просьба на самом деле. Пожалуйста, пускай мне не крик, когда ничего больше не дает. Так она после начала свои долги отзакроет, для того, чтобы еще о других кредитах-то думать, Дмитрий Евгеньевич. Нет, так вы... Ей-й-й-й-й, да что же вы меня невнимательно слушаете? Наоборот, говорю, она просит, чтобы ее внесли в это бюро кредитных историй, как неблагонадежного человека, чтобы ей больше нигде никогда ничего не давали. Не, не, не давали. Слышите? Вот что она просит. Ну, я понимаю. Да. Ну, хорошо, это ей будет обеспечено в любом случае. Все, за это заранее спасибо, но я хотел об этом. Факт в том, что задолженность погашена не будет, понимаете, которая у нее на сегодняшний день не имеется. Это факт. Это факт. И нужно предпринимать, что-то для решения этого вопроса. Вот я вам и объясняю, то что, если вы вот говорите, что у вас хороший заработок, помогите, средства и оплатите. Какой вы странный. А зачем? Ну, я простыми словами. Давайте выключим. Помогите, а может, сестра, это же вам не чужой человек, правильно? Нет, не чужой. А что будет, если она не заплатит? Не заплатит, я вам объясняю. В перспективе банк вставляет сумму на полное досрочное гашение. Так мы к этому стремимся. Придается право кредитору коллекторскому агентству, и она будет непосредственно уже в своей группе общаться. И этого события я вам тоже объяснил. Меня это не беспокоит совершенно. Мне без разницы. Так это вас не должно беспокоить. Это вашу сестру должно беспокоить. Что вы не знаете? Что в суде, Дмитрий Евгеньевич? Кто вам сказал, что кто-то с вами судиться будет, Дмитрий Евгеньевич? А тогда смысла этого разговора? К тому же вы знаете, Дмитрий Евгеньевич, что проигравшая страна платит банку судебные издержки. А какие судебные издержки у вас будут? Какие жизненные издержки? У меня будут судебные издержки. Не, 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 а кто понесет судебные издержки и какие? Судебные издержки? Ну, вот когда он счет выставит, Дмитрий Евгеньевич. Давайте я вам расскажу, какие расходы понесет банк, если будет, как вы сказали, то будет, то не будет, но, допустим, будет подавать исковое заявление в суд. Итак, почтовые расходы, так как он отправит, наверное, письмо заказным форматом через Почту России, это 50 рублей, 60. Блин, все. Все. Мы согласны. Я рад, что вы считаете, что это все судебные издержки. А больше нет, вы поверьте, я в процессы ходил в своей жизни, наверное, несколько сотен раз. Ну, хорошо, что в процессы-то ходили. Судебные процессы. Хорошо, что вы... Ну, зачем вы говорите? Я вам напоминаю, вы с юристом сейчас общаетесь, но не надо нести околесицу. Ну, я рад за вас, что вы с юристом общались. Это радость, что у вас беспричинная-то у вас все время. Да, что беспричинная. А вы знаете, что, что ваш, вот, вообще новый работодатель в курсе, то, что в вашей стороне задолженности находится. И что? Эти данные будут ему сообщены. Я не думаю, что он такой там ценный сотрудник, что ее с долгами будут на работе держать, понимаете? Молодой человек, вы в своем уме. Я начинаю подозревать, что я ошибся, утверждая, что вы вменяемый человек. Мне кажется, вы какой-то неспособный анализ. Да нет, просто это вы. Знаете, как аквариумная рыбка? У нее парень всех касается один круг. Диалог, Дмитрий Евгеньевич. Да нет, это вам просто он непонятен, потому что я говорю... Нет, это вам непонятно, Дмитрий Евгеньевич. Что мне непонятно? Я вам сдаю конкретный вопрос, чем мы это должны. Дмитрий Евгеньевич, у нас такие юристы, как вы, Павел Молодь, знаете? Кого это у вас? Потому что они все знают и считают то, что для передачи... Допускай не моют. Пускай моют полы ваши юристы. Это согласие должника. У меня такое ощущение, что у вас действительно штат юристов, которым действительно стоит только мыть полы. Если вы решаете юридические вопросы... Какие котлы, знающие непосредственно все? Уже утверждать, что вы знаете, так помогите своей сестре долг закрыть. Больше в чем дело, Дмитрий Евгеньевич. Слушай, чувак, я вынужден переходить на «ты», потому что я чувствую, что я разбариваюсь с дебилом. Слушай, ты... Ну, я рада вас, что вы чувствуете. Тыкать будете своей сестре, Дмитрий Евгеньевич. Не говорите со мной в параллель, давайте вести конструктивный диалог, подготовьтесь к конструктивному диалогу. Типа того, да? Сестре там и все такое. Говорите на меня, переводите на себя, да? Так сестре, Дмитрий Евгеньевич, так сестре своей помогите. Вот в чем суть. Оплатите ей, помогите. Не нужно здесь что-то рассказывать сотрудникам банка. Вы лучше сестре своей это расскажите. Хорошо, хорошо, давай. Клади трубку, я обещаю, я расскажу. Я же тебя на канале выложу, этот ролик. Да ты отображаешь вообще, где Путня, а где Путня. Путня, Путня, это что за термин, Путня? Есть такой термин, что это вообще? Все сказали, Дмитрий Евгеньевич. Да я вообще хочу... Будет оплат произведение от вашей или нет? Слушай, знаешь, что будет? Я вот этот ролик на канале сейчас выложу. Канал Кузнецова Дмитрия Евгеньевича. Да я рад за вас. Да я рад за вас, Дмитрий Евгеньевич, что вы ролик на канал выложите. Я просто тебе предлагаю посмотреть его, чтобы ты еще больше обрадовался. Ну, я рад за вас, потому что посмотреть. Смотрите, Дмитрий Евгеньевич, смотрите. Да нечего смотреть, слушать надо, понимаешь? Смотреть-то нечего. Конечно, я бы рад на тебя посмотреть, что за чудо со мной разговаривает. Да я тебе просто скажу, где искать. Посмотрите. Вы должны на сестру на свою посмотрите, Дмитрий Евгеньевич, хорошо? Канал Дмитрия Кузнецова. Компания «Алям». Я рад за вас, Дмитрий Евгеньевич. Радостный ты какой, вы действительно радостный. Беспричинно. Ну, не кирпича, сосулька тебе на башку не падала. Так у меня нет причин не радости, Дмитрий Евгеньевич. У меня долгов нет, в отличие от сестры, от вашей, понимаете? У меня все хорошо в жизни. В отличие от вашей сестры, у которой долг есть перед банком. Она является должником в банке «Восточный экспресс». Если вы не можете оплату за нее произвести, на контроль ситуацию возьмите, чтобы она самостоятельно оплату внесла. Как вы утверждаете, она работает. Значит, зарплата у нее есть. Пусть идет и оплату производит. Десять с половиной тысячи рублей. Если от нее оплатеж не поступает, соответственно, 9 марта исключительно, Друзья, я надеюсь, вы насмеялись вдоволь. Здесь комментировать ничего не буду. Все так понятно. Ну, сестра... Чтобы ясность полная была, да, ну, сестра, это не сестра, само собой, это клиент. Ну, это явный, знаете, пример. Сработала переадресация, и я взял трубку. Ну, конечно же, так долго разговоры с нашим колл-центром не длятся. Ну, вот, бывает, вот так звезды сходятся. И вот такой персонаж, я, конечно же, не лишаю себя удовольствия побеседовать с таким вот типом коллекторов-сыскателей. Ну, Восточный Экспресс, он, в принципе, славится своей невменяемостью. Так или иначе. Если вам ролик понравился, и в этом не приходится сомневаться, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на наш канал, кто на этом канале недавно еще не подписался. Очень важный репост в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали о существовании нашего канала и совершенно бесплатно могли, скажем так, ну, подготовиться и начать понимать, что на самом деле происходит в их жизни с банками. Ну, а те, кто хочет узнать подробно, как устроена работа нашей организации, компании Алиам, в деле помощи людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками и микрофинансовыми организациями, в описании этого ролика есть ссылочка на сайт. На сайте выложена видеопрезентация алгоритм работы кредитных юристов компании Алиам. Пожалуйста, посмотрите его, что все станет ясно. Если вы хотите стать клиентом нашей компании, вы получите всю необходимую информацию, посмотрев это видео. Посмотрели видео, сделали все по инструкции, с вами свяжутся наши специалисты. Также ссылочка на группу ВКонтакте есть, вступайте в группу, там все ролики дублируются, все абсолютно. На связи был Кузнецов Дмитрий, желаем вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok